На начало 1995 года, когда создавался университет, в Москве было 5000 вакансий учителей всех циклов, начиная от математики, иностранных языков, истории, практически по всем направлениям школьного образования осуществился мощный дефицит кадров. И Москва, если бы даже не хотела, она была вынуждена об этом думать. Думать надо было о будущем образовании Москвы. И люди в то время, которые возглавляли Москву, а я имею в виду прежде всего Любовь Петровну Кезину, руководитель департамента образования, в то время это называлось комитет образования Москвы, и Юрий Михайлович Лужков, мэр города Москвы, они приняли очень правильное и разумное решение о создании данного университета. Вы когда-нибудь задумались над тем, каким будет университет через большое количество лет? Ну, например, через 50 лет? Ох, очень сильно зависит от технологий, так далеко сложно думать. Вы знаете, я делю вот, что такое знание? То есть, как можно построить механизмы работы со знанием? Значит, вот есть три таких, я бы сказал, дидактики таких способов работать со знанием. Первая, очень простая, нагуглить. Вам надо узнать там, во сколько завтра открывается поликлиника, вы нагуглили и посмотрели. Это один тип знания, где вы вполне себе удовлетворяетесь информацией, которые вы нашли. Второй тип, это когда вы нагуглили, ну, в общем, что-то просто доступ к информации вам недостаточно. Вам надо обдумать, вам надо сопоставить, возможно, сделать факт-чекинг, проверить, так это или не так, возможно, обдумать, сделать выводы. Да, это второй тип работы с информацией. Вот, если первый можно без всякого университета обойтись, то второй уже где-то, ну, как бы, вот, необходимо. Да, тут университет может помочь. Но еще и третий тип, где даже обдумать недостаточно. Это тот тип знания, где для освоения нужна дискуссия. И вот, если говорить об университете 50 лет, ну, позднее, то я думаю, что это вот такой университет, который воспроизводит вот эти глубокие дискуссии. Он для этого, собственно, и нужен. А воспроизводить эти дискуссии, он не только, ну, как бы, позволяет нам понять то, что уже было в истории, то, что уже было сделано, но и, как бы, добиться освоения нового. Споря об этом самом прошлом, да, мы всегда понимаем, что-то вот тут они не досказали. И если университет научил студентов открывать новое знание, это он достиг результата. Что такое ВУЗ, да, как он сейчас организован, как его можно улучшить? Я думаю, что это будет супергибкая система, хотя с образованием это сложно сделать, да. Но, мне кажется, он будет максимально студентоориентированный, потому что сейчас, опять-таки, все меняется. Что будет через год, никто не знает, какие профессии возникнут, какие умрут, несмотря на то, что есть, да, какие-то документы, атлас-профессии от Сколково. Это все равно мы все идем вслепую, поэтому, мне кажется, что будет отходить от фиксированных стандартов, будет больше возможностей выбора, больше альтернатив, и студент будет поступать, выбирая что-то самостоятельно. Возможно, будет какой-то фиксированный блок в первый год, а потом уже будет дальнейшая дифференциация. Вообще, я бы хотел, чтобы действительно весь самый ключевой контент был бы доступен на раз-два. Что я имею в виду? Что вот если я, например, сегодня, там, в середине апреля, захотел бы посмотреть какую-нибудь лекцию, которая была там в середине октября, и словить на ней какой-то момент, его быстренько, так сказать, обдумать, то я бы это сделал, ну, за очень короткий срок, за какой-то очень, ну, такой, быстрой системе поиска. Если говорить о будущем, то, в принципе, я думаю, университет должен развиваться по линии все-таки углубления классических специальностей, развития мощной аспирантуры, докторантуры, внедрения ряда новых форм аттестации и профессиональной переподготовки наших ребят, наших бывших студентов, наших выпускников. Если говорить про город, то это будет один из таких сильных центров интеллектуального притяжения. То есть это будет один из центров, где будут вестись обсуждения, где будет создаваться городская интеллектуальная повестка. А если говорить о глобальных процессах, то я вижу наш университет в качестве одного из лидеров формирования мировой исследовательской повестки в области образования и, с другой стороны, интегрированный в сообщество городских университетов. Это очень такая важная история. Городские университеты по всему миру сейчас приобретают все больший вес, как такие динамичные, быстроразвивающиеся. Часть таких университетов у нас уже, можно сказать, в давних партнерах, как Дублинский городской университет, Тайбейский городской университет. Вот мне кажется, что мы будем такими тоже одними из законодателей повестки в сообществе городских университетов. Мы сравниваем себя с городскими и сравниваем свои исследовательские повестки с повестками институтов образования классических университетов. Потому что у классических университетов, у Оксфорда, у Кембриджа, у Лондонского Сити-юниверситета есть свои институты образования. Самый крутой из них – это как раз Лондонский Сити. Даже не те университеты, которые в целом, Оксфорд, Кембридж, Гарвард, ну, выше по рейтингу. Но Лондонский, ну, просто в этом смысле прекрасный. И разработки, вот, последняя их крутая разработка по планировщику образовательных программ, ну, такая как бы машинная система, которая позволяет выбрать таксономию и быстро спланировать образовательную программу для вуза любого. Ну, так, она нас очень порадовала, потому что мы над чем-то подобным думали, но вот они сделали быстрее. Ну, и для нас, конечно, это определенный пинок, но, значит, нам надо вот там-то, там-то поторопиться, конечно. Если выдумать себе такую странную задачку, что же будет с университетом через 50-100-150-200 лет, что, мне кажется, вполне является хорошей задачей, потому что история университета будет наверняка очень длинная, несмотря на его молодость, и дальше спросить тебя, а вот каким он будет через этот срок, то я бы точно брал какой-нибудь самый дальний срок, самый сложный, как бы самый сложно вообразимый срок. Например, 100 лет, когда, вполне вероятно, как бы и меня уже не будет. Тогда бы я думал о том, как он будет вот через 100 лет, сказал бы только об одной его характеристике, что он точно будет не такой, как сейчас, он будет совершенно другой. И если бы я вдруг через 100 лет оказался в университете, я думаю, его не узнал, но не узнал по-хорошему. Понимая, насколько сильно в своих представлениях я был не смел, насколько сильно я даже не догадывался, сколько всего прогрессивного и хорошего в университете обязательно случится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова